В этом ролике я хочу познакомить вас с удивительным человеком, Андроником. Андроник является художником и предпринимателем одновременно. В основе его работ лежит космос и вселенная. А способ выразить это, он выбрал паутину. Желаю вам приятного просмотра и погружения в его мир. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Мы находимся в одном очень уникальном месте нашего города. Это небольшая картинная галерея одного единственного художника. Это человек, который в какой-то момент решил создавать свои картины с помощью паутины. То есть как материал, как визуализацию использовать паутину. Как это случилось? Как-то раз он сидел, смотрел на то, как блестит паутина под солнцем. И решил, что интересно бы из этого сделать работу, арт-объект. Он начал изучать все это. Во-первых, он понял, что ничего подобного в мире не существует. Для него это был важнейший такой элемент. Не хотел, чтобы он повторял кого-то или что-то. Потом он выращивал пауков, держал пауков, которые ткали паутину. И он эту паутину пытался перенести на холст. Так в этих экспериментах у него прошло два года. Два года он экспериментировал, пока выработал технологию, по которой он паутину переносит на холст. Выработал технологию, начал делать первые работы. И успех пришел тогда, когда им заинтересовались кураторы одной из выставок-конкурса в Канне, в котором участвовали около ста художников из 30 стран мира. Очень долгое время куратор выставки не могла понять, из какого материала это сделано. Она приблизительно шел такой диалог, типа, я поняла, что это паутина, но из чего вы ее нарисовали? Чем вы нарисовали эту паутину? Карандаш это? Ручки и так далее. В таких переговорах приблизительно прошел месяц, пока наконец-то она поняла, что это реальная паутина у нас. Он отвез свои работы в Канн на этот фестиваль, и он получил два приза, две премии, скажем так. Это звание самого креативного художника этого форума, и второе – это звание новое имя в искусстве. После этого им начали очень сильно интересоваться, он участвует во многих выставках, чтобы понять, я всегда очень-очень ценю, как люди относятся к своей работе. Давайте подойдем, я покажу, какие коробочки он сделал для своих картин индивидуальные. Дело в том, что когда он послал на одну из выставок, картина сломалась, а это все, это конец, это не холст, когда можно другое стекло вставить и будет работать. И вот он сделал вот такие вот коробочки для своих, для транспортировки своих работ. Это его тоже ручная работа. Как получилось? Значит, он не очень увлекался изобразительным искусством, живописью в частности, хотя отец был художником в городе, достаточно знаменитым. И, значит, отец его пытался привить любовь к искусству, не получалось. И когда отец умер, в какой-то момент у него появилось желание творить. И он начал творить вот эти вот свои первые, не первые, а вот первые более или менее осознанные шаги в искусстве. Начал делать вот эти, начал писать эти картины. А потом, как я уже рассказал, вот история, связанная вот с этой паутиной. Что интересно, что в его работах отражено его мировоззрение. Это не просто вот он взял и нарисовал, и окей. А в основном работа рождается первоначально из афоризмов, которые здесь висят. Это его собственные афоризмы, его всегда интересует, что такое космос, что такое время, что такое микрокосмос, что есть человек и так далее. И под эти афоризмы он создает свои картины. Хочу сказать про мое искусство вот так. Меня вообще одушевляет все, что связано с космосом, нейронной сетью, начало всего этого, космической энергии. Ну, одним словом, то, что связано с космосом. Про эти темы я много читал, наушные фильмы смотрел. И от этих сделал свои выводы в виде афоризмов. Вот видите, под картинами бумажки с афоризмами. И вот это мое мировоззрение, моя философия. И можно сказать, что основа моих работ. Ну, вот очень интересная серия, вот эта серия со звездами. Дело в том, что Андреан Игорь достаточно хороший такой качественный бизнесмен. Он зарабатывал большие деньги, и сейчас он зарабатывает большие деньги. Он думает, что бизнес – это тоже искусство. И решил создать вот эти звезды по аналогии с голливудскими звездами. И вот эти звезды задуманно, что он будет отдавать тем людям, которые работают, которые добились чего-то в бизнесе. Это такой звездный бизнес. Сами названия работ говорят о себе. Вот это микрокосмос, к примеру. Это, если не ошибаюсь, это энергия города Нью-Йорка. Интересная история вот с этой картиной. Ну, пока не завершенная история. Дело в том, что он создал эту картину, он, скажем так, нарисовал эту женщину. Она не знает об этом, и она очень ждет, когда она придет, и узнает ли она саму себя. Она не знает, что он ее нарисовал, скажем так. Мне очень нравится по иронии, по идее, как это было сделано. Вот эта вот работа, вот эта работа, это «Черный квадрат Малевича». Вот он так представляет «Черный квадрат Малевича». Ну, тоже такой интересный подход. Ну, знаете, что вообще в Кюмри меня обязательно интересует, радует и делает его интересным? Дело в том, что наши кюмдийские художники, мастера, я не знаю, и так далее, они всегда делают какие-то концептуальные вещи, они всегда пытаются представить свой внутренний мир, а не просто вот нарисовать что-то и продать, да? Ну, вот в этом смысле вот эта работа, она интересна. Значит, тут у нас очень пыльная улица, машина проезжает, пыль каждый раз поднимается. Он просто положил стекло на улице, на него осела пыль, он на стекле написал «Я есть пыль» и просто вставил в рамки и поставил сюда, как произведение искусства, вот такое концептуальное. В Википедии есть статья, где говорится, что в австрийских Альпах монахи из паутильной ткали холсты и на нем рисовали. Сейчас осталось около ста таких работ, и все они в частных коллекциях. И в той же статье в конце приписано, что через 500 лет после этих людей нашелся очередной человек, который решил использовать паутину для создания произведений искусства. Ну, конечно, речь идет о нашем Андронике. Редактор субтитров А.Семкин